всем привет с вами андрей у нас рыцарь бумаги и пера третья часть собственно мы в прошлой серии остановились на том что проходили данж также рассказал что у нас и обновился у нас теперь версия приложения 133 собственно вот и у нас что изменили в этой версии тоже рассказывал это у нас интересно можете посмотреть если вкратце там здание теперь улучшаются у нас через собственно гемы только до этого они улучшались еще и золото также переменяли разработчик движение у нас раньше за большое количество золота тратилась а сейчас она буквально сам за пару монет на самом деле это не совсем удобно но кто я такой что кажется сужда грузил когда лица будет добр играть собственно ежедневную награду забираем у нас сейчас два сундука синих судя по внешне составлять и посмотрим на них нам дали серые вещи бесполезные и второе опять же серые вещи бесполезные ну как вы понимаете тут что касаемо 45 тысяч золота которые нам тут предлагают в качестве награды но это можно заработать буквально боев за 5 за 4 поэтому это не так много тут скорее цене сами сферы вот чтобы имели представление что у меня за персонаж вар фишер хоман это у нас воин рыбак человек клерик доктор человек рога эльф и торговец ну я чисто чтобы золото побольше приносил но вообще все скиллы все способности лучше в бой собирать шаман констеболь и человек ну как собственно я чуть позже расскажу что каждая из этих способностей делает профессор человек паладин собственно профессор это враги 15 процентов шанс атакует именно профессора шаман это при старте боя рандомный враг получает самую низкую инициативу рога но собственно 10 процентов за квест золото побольше клерик спас броски плюс 2 вар это 10 процентов того что ради атаковать будут именно вас на собственно экипировку у меня но в основном фиолетовая фиолетовый синий скажем так у меня получается фиолетовый нагрудник у большинства фиолетовый щит все этого я по квестам получал что-то по основным квестам что-то по побочным молот у меня обычный на синенький паладина точная копия собственно единственный у него молот получше максимального уровня его в теорию можно переводить на следующий уровень мол собственно увара тяжелый доспех он у нас синего цвета и щит фиолетовый куша это наш шаман получается и собственно посох так называемая булава точная копия у меня стоит и на клерике то есть гранитная броня щит тяжелый и собственно посох одноручный а народе у меня стоит собственно доспех кинжал синенький и собственно так называемая чакра который переведена на следующий уровень я тут у нас кстати говоря все в основном везде он будет за как видите все скиллы можно улучшить за собственно за гемы но можно найти книги ну книги про труднее найти в этом вопросе разработчик конечно юморист у меня город например раньше как вы помните до версии 133 была библиотека вот собственно над храмом была библиотека можно было зайти библиотеку пить книги а сейчас это возможность убрали книги для прокачки скиллов ваш персонажей собственно прокачан как город получается данж 5 кузнец 8 но собственно вот данж 5 что вы имели представление кузнец 8 печка 10 хранилище 15 максимальный уровень его собственно marketplace 11 так называемый магазин основное здание ратуша у меня 15 но на максимальный уровень у всех зданий максимальный уровень здесь 15 большинстве случаев на собственно это гильдия где можно любишь и к себе набирать и 13 храму где смотреть рекламу получать временные бафы бафы действует около часа вот реального времени можно сочи в магазине ну как вы видите мне тут а мне сам интересно что мне цвет экипировки поменяли мне до обновления мне выпадала в магазине фиолетовой экипировкой даже ну про понятно что я не в основном а в премиум версии но примем как вы видите сначала идет премиум а затем вот идет базовая вот мне выпадало фиолетово а тут порезано настолько что мне даже не выпадает а чтобы улучшить магазин дальше нужно 500 гемов но это очень много на самом деле а тут вот скажем так не самый полезный предмет тем более они зеленые и стук чисто на расщепление их отправлять но они бесполезны на давайте посмотрим что у нас по ежедневному квесту ежедневный квест собственно нам нужно спастись от так называемый называется в общем и целом а это кастует лич но в основном нежить кастует этого пья пьяка называется вот нужно за от нее спастись нужно пройти два этажа данжа судя по всему получить 500 золота за квеста убить 5 монстров людей и спастись от вот этого не значит коррупцию ну скорее всего это что-то садове этой коррозии ну коррозии на нас редко кто-то кидает поэтому от нее скорее всего очень тяжело спастись а вот от пиявки будет очень легко спастись убить 5 монстров людей в теории можно 500 золота за квест тоже легко два этажа ну как говорится 5 кристаллов норгневается давайте закрепку иску не сделаем что за квест у нас собственно нужна защита гула защита вы в лесу будет давайте возьмем квест защиту в лесу кузнец пробежимся на бафа может не смотреть они скоро упадут я так чисто смотрю сколько они действуют собственно начало боя у нас рога ходит первым также можно будет как вариант но сегодня вообще планировал пробежать и данж нескольких этажей и по возможности достижения некоторые сделать я их смог с горем пополам перевести кузнец нам рассказал что мы молодцы и отдал нам немножко монет мы получили золото мы должны закрыть предельно закрыли 5 гемов получили мы кстати нам мы еще можем еще еще разок сделать мы можем еще закрыть на самом деле это очень высокоуровневый квест и непонятно где этих помог искать поэтому давайте еще разок текущих мобов на самом деле это гоблины но почему-то их засчитали за людей на самом деле очень смешно у них эта ситуация реализована давайте массовый удар рога сделает собственно все по идее погибли но мы еще предъявлены давайте посмотрим ну да как видите у нас еще 5 гемов а чтобы собственно от пиявки спастись нам придется против нежить играться нежить у нас мавзолея в основном обитает поэтому давайте сразу нежить мавзолея шлепнем вот собственно с этим мавзолея самого высокоуровневые могли здесь в плане толщины в плане того что они просто тяжело вот говорит мане нежить и вот этот вот человек собственно кастует пиявку поэтому именно он нам и нужен а нам от нее нужно спастись не знаю правда сколько раз и не посмотрел но факт том что мы от нее сто процентов сможем спастись давайте скастуем уклонение для того чтобы забрать на все на дальше поставленных мобов кастуем блэс что собственно по квесту нам нужно у нас накинули скар ну стар бесполезный он там немножко он понижает дебафа на это такой детский сад сейчас начнем вырезать вот самый страшный конечно кровоток по 50 единиц это просто капец какой-то который они накидывают это очень больно особенно под защитой не особо конечно под защитой больно но без защиты это прям капец как будет тут мы никого по понятным причинам не срежем давайте начнем резать вот этого просто ему я скинем нет собственно лечилку бросим чтобы нас улечил постоянно дождик ну и начнем потихонечку бить мобов вот собственно он у нас кинул пиявку все бьют танка удачно нам очень сильно везет увеличиваем его блок сейчас будем скорее всего большого срезать чтобы нам хотя бы начать уже кого-то срезать я разбросался следующий по идее будет падать номер девять и его должны мы забрать поэтому накинем по возможности этому яд вот у нас я прокнул соответственно моему накинем я по мани у нас в принципе все неплохо посмотрим по блэс блэс у вас падает давайте блэс еще раз поднимем минус 4000 урон хорошо это урон чисто ядом залетел на самом деле вот эти доты которые очень эффективная вещь потому что большинство врагов они ну даже если будут сопротивляться то они будут скажем так недолго сопротивляться этому давайте масса поставим на три цели рога срезает 1 накидываем явно остальных нам дали кофейку но для московки бесполезно поэтому не особо заморачиваемся 50 яда это слишком много он скорее всего убьет 30 яда тоже очень много этом просто объем другого 5000 его убила даем ему саля убили следующего салом не смог снять он будет руками атаковать руками он проатаковал даем ему а гор для того чтобы он был только нас и срезаем рогой рога бьет примерно около 6000 критического удара бакстеп 10000 мы с него получили и скорее всего сделали задание до спастись от пиявки нам нужно пройти два этажа и спастись в корректно переводится но опять же это давайте два этажа пройдем даже мы в прошлой серии становились на шестнадцатом этаже данжа давайте подпинаем его мы только только на него зашли фишка данжа в том что вы не регенитесь после боя соответственно вам будет в этом вопросе чуть чуть тяжелее собственно тут уже тараканы пошли давайте посмотрим что они будут из себя представлять труб 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 я конечно же манилан счетим хотя хотелось бы сарик срезаем миньона срезаем еще двух остается тролль бьем его руками он не смог на него постановить яд что очень жалко продолжаем бить его руками а грим на танка даем сало бьем руками продолжаем бить руками обрезь мани удар 5000 было достаточно много то что 1 штанг защиту ни в коем не вставил давайте его полечим собственно костер это хорошо тут надо в первую очередь бить отражателя которую на дарси даже шесть убили отражателя следующего вот этого гремлина так называемый и последний собственно гоблин а грим на себя удар 1000 даем еще я да у нас при ударе рука дает 10 я да а шаман может до 30 единиц яда дать яд это текущий дот тем самым и а враги каждый ход будет получать урон по здоровью еще два врага давайте их убьем конечно самый мерзкий номер два точнее уже 9 наша задача будет срезать наверх смотри у них хп в целом они общают дохленькие давайте срежем тифлинга потому что он следом за нами ходит убьем паука восстановим магию дадим массагр дадим сало убили лучника убили второе видим сундук нам нужно будет у вас еще забрать а когда вы в первый раз посещаете данж вам дают ну на версии 1.3.3 вам дают гемы количество гемов зависит от того насколько высокий у вас этаж поэтому по идее данж эффективнее все проходить чуть позже а тут по идее надо резать жука правого на этого резуректного можно в принципе оставить и нам дали зеленый топор в принципе он бесполезен по своей сути забиваем руками этих мобов сейчас тролль поднимет одного скорее всего будет наручник который сейчас походит убили тролля топор бесполезен потому что он во первых зеленый у нас выше класс предметов уже у нас синие фиолетовые вещи поэтому для нас топор бесполезен тут надо срезать самого низкого хпшного у них по 5000 как вы видите значит будем срезать гоблина у которого больше всего здоровья как видите у нас они сделали по инициативе убили миньона танком массагрим рога просто начинает доезжать одного он скорее всего погибло там слишком много яда второй походил но это не критично он уже от яда по идее погиб остановили немножко магию отряду все собственно бой окончен собственно забираем сундук нам дали 24 гемма вот шестнадцатый этаж двигаемся дальше но в принципе нужен чисто выход тут нужно в первую очередь убивать мага в данный момент он номер четыре его защищают нашему нашему нам его нужно срезать обязательно в первую очередь и в первую очередь и и и и и и и значит он больше всех хочет урона получить давайте его сразу изобьем для того чтобы он не защищал остальных приходит миньон достаточно больно бьет он то и 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 танк единственно мало здоровья у нас кстати говоря уровень плюс 1 забрали мы на 17 этаж перешли мы видим костер поэтому в ночь надо убивать этого моба в первую очередь ложится лучник это я бы конечно лучше бы другого убил но в первую очередь должен ложиться самый опасный у нас пытаются бить руками но 40 я да это слишком много у него нет шансов я да собственно 17 ну то есть у него как вы понимаете шансов против яда включаем костер обязательно костер дает нам возможность открыть сундук собственно сразу сходу фундук идет два мага достаточно сильных жук и личинка в идеале сдуть личинку в первую очередь но у нас не получится сдуть за первый ход поэтому мы будем убивать магов почему личинка опасная потому что личинка когда она рано или поздно походит личинка эволюционировать будет не усыпили танка на 36 ходов правда потом разбудили убиваем мага но по номеру 6 маг очень опасен тем что он бьет массой сун конечно с его стороны тоже опасен но он не настолько как личинка которая рано или поздно эволюционирует превратится в огромную бабочку которая в свою очередь будет возможно призывать 17 этаж 26 гемов ну и остальное мусор там по мелочи собственно тут у нас отражатель маленький ничем он особо не примечательно посмотри сколько у них хп тут скорее всего нужно забирать 5 600 что шестерку мы скорее всего не сможем забрать хотя очень хотелось бы дать попробуем шестерку забрать да у нас получилось забрать шестерку 6000 хп добираем отражателя остался один дадим ему сало дадим ему агр ибо выставлять пати за магию здоровья пати мы пока сам это не будем больно достаточно он бьет собственно мы убили его еще немножко золото получили собственно выход 2 моба охраняют какой-то огромный тролль и отражатель отражателя в первую очередь тролль чемпионами с этим этим чемпионами с таким уже сталкивались как вы помните 40 яда но это слишком много для маленького моба поэтому можем за передний ряд больше не волноваться даем масса гор детен ходит он вот этот удар его бы скорее всего нас заставил если попал бы но чтобы он не попал нужно прокачивать выполнение собственно еще один мог тоже опять же летим чемпион жужа которая нужна в первую очередь по классе хотя в теории она может и подождать давайте срежем чемпи этого миньона почему потому что сплэш урон около 1000 по площади при убийстве 1 собственно мы перешли на 18 этаж мы прошли два квеста которые нам нужно было по основному поэтому давайте заберем награду виде гемов нам предлагают в награду также сферу давайте сделаем сферы редко попадаются в наградах стоит сбегать сделать для того чтобы просто сферой были была возможность их перекрасить сфера в основном вставляются в оружие ну так же есть кольца которые не вставляются но кольца там по одной тринке поэтому они особо акцент внимания собственно убили мобов значит ты прошла успешно вам отдали маску отдай отдай мне сверху вот сверху у меня собственно отдали убирая убираем арбуз для того чтобы она нам не мешала то чтобы она мне давала ложные цифры весь остальной мусор просто расщепляем у нас очень много мусора скопилось он занимает место в инвентаре расщепили собственно получили некоторое количество нам пишут также что мы можем что-то улучшить давайте это улучшим улучшили щит до 10 уровня второй щит до 10 уровня палочку улучшили максимальный уровень фиолетов примерно 25 у синих приметов 20 у зеленых 15 у серых 10 максимальный уровень прокачки у легендарных собственно 30 уровень чакра прокачался до 1 уровня даже до 2 уровня мы можем в принципе за эволюционировать танку сферу точнее танку оружия давайте возьмем сферу эволюции одну штучку и собственно эволюционируем ее перейдем для этого в печку найдем танковое оружие вот оно и кстати ну щит фиолетовый ну опять же обратите внимание рейтинг DEV собственно плюс 170 будет давайте это сделаем улучшим за 4000 да ну всего три раза можно улучшить и стоит прокачивать их именно на максимум имеется ввиду так вы получите максимально возможной статы то есть я надеюсь понятно объясню то есть вы получается если вы например прокачаете с 18 уровня предмет максимальный 20 вы получите чуть ниже статы чем предмет вы прокачаете с 20 уровня и получите максимальные статы ну вот как то так маркетплейс нам подсказывает то что можно бесплатную награду забрать скляночку на 3000 хп ну по сути она бесполезная мы в основном магию собираем ну и хп тоже редко но залетает обратите внимание мы в принципе а я еще не достижение не посмотрел а по достижениям нас тут нужно убить скелетов и получить сферу учитывая то что это достижение второго уровня можно будет еще скорее всего достижение третьего уровня а вторая это получается мы должны походить в битве 5 на 5 должны походить самые последние ноги должны походить первые убить всех кулаками 10 мобов на самом деле это скорее всего нужно просто снять оружие и просто забить 10 мобов кулаками также убить 3 мобов гранаты вот это вот помпа гранат вот эти остальные квесты непонятно завершите квест прогресс репорты все квесты короля все квесты вот эти дамы и все квесты белочки хоббитов в принципе тоже можно сделать это нужно хуман хантер хуман варер эльф ниндзя дварт гард и хуман маг это в принципе очень легко сделать мы можем тоже достижение где-то забрать это нам не откроет пока что достигнут 25 этажа данжа тоже очень просто это мы скорее всего доползем достигнут 25 а 99 уровень одного моба ну это конечно очень долго качаться надо будет достигнуть пятерыми это прям капец как долго качаться будет прогресс еще пока не открыт поэтому тут непонятно ну как вариант можно сейчас попробовать хоббитов сделать у нас в основном хуманы поэтому нам тут единственное нам нужны другие классы нам получается нужен хантер вар ниндзя гард и маг давайте переставим посмотрим хантер вар ниндзя маг хантер вар ниндзя маг давайте посмотрим кто там еще раз ну значит хантер вар ниндзя маг важно не забывайте забирать собственно ребят иначе вам просто скинут скиллы по крайней мере так было в версии до 133 не знаю на текущей версии это работает или нет тут нужен если не ошибаюсь эльф что ли что то я не помню давайте посмотрим еще раз значит значит кто там у нас нужен значит хуман хантер хуман вар эльф ниндзя варф гард хуман маг то есть все хуманы дварф гард и эльф ниндзя эльф 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 а этот да да эльф 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 достижением получили эльф 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 этого сейф патиそう desk здесь ни одного его не тут чисто два танка и очень много дд то Licht пати непонятно как будет лечиться здесь поэтому сложно сказать насколько эффективно это пати собственно ставим клерика ставим рогу так достижение закрыли забрали на него ногами ну собственно вот это конечно в теории можно сделать но это надо вообще без вещей идти и куда-нибудь в данж высокоуровневый так чтобы либо победить монстров кулаками интересно победить 10 монстров кулаками в теории это тоже можно реализовать 10 монстров кулаками не так сложно единственное нужно определиться кто будет убить кулаками всех давайте снимем кому-нибудь оружие и он просто всех будет бить кулаками но танку вряд ли стоит снимать оружие давайте снимем роги оружие и пускай он бьет кулаками давайте мобов призовем нам нужно 10 штук убить кулаками на и желательно пониже уровня для того чтобы мы не сильно скажем так проседали давайте посмотрим пару могу нас их напали отлично нам нужно чтобы их именно рога убивал давайте посмотрим сколько у него удар кулака будет у роги 360 не но в целом неплохо но эти ребята мы очень долго и будем говорить нам нужно ребята другого уровня поэтому надо рогу сейчас будет ускорять чтобы он всех убил по-быстрому нам нужно слабее ребята а и и и и и и и ну опять же это из извращения то есть опять же надо брать самых дохленьких и чтобы рога их добивал именно опять же то есть это не один бой нужно пройти тонн его убил непонятно от яда сдохни от яда просто паладин всех убьет и паладину общее ходить нельзя нам нужно чтобы рога ходил клерику тоже ходить нельзя потому что он всех убьет минус 1 ходит шаман сейчас рога будет ходить отлично добили далее сало ему где но просто они как объяснить они очень-очень слабые для нас поэтому мы мы быстрее одолеем чем они нас отминает нам нужно чтобы рога ходил поэтому даем защиту номер 3 ходит номер 4 следующий ходит осмотрим сколько хп у них обратите внимание кнопка не работает я пытаюсь нажимать и она не работает придется вручную смотреть 190 урога 190 добьет тролль ходит давайте всем остальным защиту опять же видите кнопка не работает 240 на самом деле такой баг вот только я в версии 1 3 3 увидел в остальных версиях до этого я когда играл я не нашел бьет руками рога и собственно убил давайте посмотрим нам засчитали этих мобов или нет достижениях имеется ввиду да нам как видите засчитали 4 мобов то есть мы в принципе еще нам и и еще 6 штук и мы в принципе самый простой способ конечно просто изгнать всех отправить одного рогу например в лесу драться и он их рано или поздно всех заковыряет если конечно не от яда быстрее не сдохнут давайте отправим всех рогу оставим и нападем сейчас на этот на лес давайте посмотрим их хп 200 300 500 но в принципе я думаю рог должен справиться на 1 убил он нам правда дает сало ну на принципе на сало все равно как и на высасывание майки обратите внимание опять бак сработал видите да то есть я могу смотреть от только одного моба правую я не могу смотреть хотя я нажимаю смотреть давайте ударим этого от получается еще четверо но они нас не убьют потому что у нас элементарно больше хп он повесил сало кровь у нас хоть может в теории даже и отпинать но мы его быстрее дожать убили его вот собственно еще плюс 4 это получается уже восемь нам еще два моба нужно собственно как вы видите уже восемь мобов здесь то есть на вот собственно два моба здесь и нужно поэтому можем как этого взять так и другого давайте возьмем забираем 1 забираем 1 забираем 2 собственно все как вы видите квест засчитался точнее не квест от достижения видите я опять нажму мне ничего не показывают убили моего картическим ударом я просто не ожидал что он кританет а собственно нам еще есть достижение убить одной гранаты там троих что лезь не ошибаюсь если покажу как она выглядит вот убить трех врагов одной гранаты собственно давайте закидаем вот убить трех врагов одной гранатой собственно и гранатой но пока что многовато врагов здесь кидаем не гранату это у меня должна быть здесь вот восемь штук 250 дамага собственно мы можем еще раз кидать они как раз троих забирают собственно достижение мы закрыли возвращаем свой отряд варк лирик шаман не поводил и собственно забираем достижение опыт конечно не много но все в теории в следующей серии можно будет пробить скелетов массово и попытаться сделать вот это вот достижение с пониженной инициативой чтобы все враги раньше нас ходили хотя бы один раз правда не понятно как но все остается причем битва должна быть именно 5 на 5 так бы можно было бы понизить а так на 5 на 5 ну ладно я думаю мы на этом закончим всем спасибо за просмотр с вами был андрей всем пока